Всем привет! В эфире ФК Уфа ТВ. Каждые три часа мы рассказываем о самом важном и интересном из жизни главной команды Республики. Мы начинаем! После матча с Амкаром футбольный клуб Уфа остался в Саранске, чтобы спокойно подготовиться к следующей календарной игре против Краснодара. В свободное время наши футболисты во главе с руководителем пресс-службы ФК Уфа Сергеем Тритышным совершили импровизированную экскурсию по городу, гидами в которой стали обычные саранские водители. Давайте посмотрим сюжет, а заодно напомним, что Саранск – это один из городов, которому в 2018 году принимать матчи Чемпионата мира по футболу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы остались с Диего на стадионе позаниматься по индивидуальной программе и обратно в отель едем на такси. И что удивляет, такси здесь ходит просто прекрасно. Не успели мы вызвать, как уже пришло сообщение диспетчера, что через минуту будет такси. Вот просто прекрасно, я не знаю. Видно, что город будет принимать Чемпионат мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно вас спросить, готовится ли город к Чемпионату мира? В каком плане вы имеете в виду? Ну, я не знаю, там, учите иностранный язык, там, ремонтируются дороги, строятся новые объекты. И инфраструктура очень сильно, так сказать, повышается. И дороги, все развязки, благодаря Чемпионату мира, будут у нас очень хорошие развязки. И, соответственно, дороги тоже костейницы. А учитывая, что вам придется возить иностранцев, вы учите иностранные языки? А вдруг здесь будет сборная Португалии жить? Пока нет, пока не задумался. Чемпионат еще, так скажем, есть некоторое время, я, может, даже уже и в такси работать не буду. Вот так. Но служба такси переделывает в желтый цвет, чтобы было все одно и то же, чтобы все были одинаковы. Что это за кубок? Это как раз к Чемпионату мира? Стадион здесь будет, да? Там развязка кольцо, и вот как раз стадион слева, видно его отсюда. Уже трибуна начинает заводить, рядом с футбольным мячом. А, ну мы туда подъедем, да? Ну, давайте, может, поближе, там посмотрим. Кирпич, конечно, посмотрим. А, там кирпич. Ну, там для строя техники. То есть здесь... В интернете есть, это, картинка, как здесь все будет. То есть здесь будут сейчас строить жилые дома, вот здесь. Вот. Которые в период проведения Чемпионата мира будут принимать болельщиков. В смысле, это переделанное жилье. А Тайон красивые дома, это уже новостройки? Да, это уже новостройки вот недавно. Вот, тут строят. То есть здесь все будет слева застроено, справа застроено. Здесь все будет. А, но это уже элитный район или пока еще нет? Честно, по стоимости жилья я, как бы, не готов его назвать. Жилые комплексы или нет? Жилье там все вот в этих домах уже, по-моему, в свободных квартирах нет. То есть, детский сад там внутри. Между домами поставили. Ну, вот этот памятник уже поставили к Чемпионату мира, да? Да, но тоже проект я смотрел. Его снесут, здесь будет гостиница большая. А вот футбольный манеж, он новый, да? Да, да, да. И центр олимпийской подготовки. Так вот, для футбола здесь есть инфраструктура, надо признать. А когда сюда команда уже может приезжать и гать? Не могу сказать. Ну, надеемся, что может быть следующей зимой уже когда-нибудь. А вместимость какая здесь будет? Ну, где-то 3-5 тысяч, наверное, ну, не больше точно. А, вот здесь, кстати, раньше стадион Мордовия был, судя по карте. Да, это, брат. Универсальный зал здесь будет. Игровой? Ну, там, я так понял, здесь все. Нет, футбол там не будет. А мини-футбол? Мини-футбол, возможно, да. То есть, площадка там позволять будет. Ну, то есть, я так понимаю, там и концерты, и какие-то приемы, возможно, государственные. А здесь команда хоккей нет, да? Хоккей нет. Хоккей? Нет, хоккей. Диего хочет хоккеем заняться. Да, Диего? Я буду играть, а сколько? Хоккей есть? У вас хоккейный клуб Мордовия в российской хоккейной лиге играет. Диего, кстати, если вот сейчас в Уфу приедем, начнет тренироваться, он еще запросто в сборную Бразилии по хоккею попадет. Разве ли это хоккей? Нет хоккей? Ты будешь первый, сразу в сборную, Диего. Новобранец футбольного клуба Уфа, полузащитник Александр Зинченко уже дебютировал в составе Уфы Молодежный. Ждем его первой игры за главную команду. А сегодня у нас есть возможность посмотреть, каким был Александр всего три года назад, когда ему было 15 лет, и когда он еще находился в расположении Донецкого Шахтера. А заодно оценить, насколько изменились его мировоззрения и насколько изменился он внешне. Донецкого Шахтера Я Александр Зинченко. Мне 15 лет, родился, я живу в Житомире. Играл за Ильичевский монолит. Год назад заметили и пригласили играть за Донецкого Шахтера. Играл за Ильичевский монолит. Мне нравится Эрапа Бряса. Он очень хорошо таблист, видит поле и умеет отдать передачу. Хотел бы играть в первой команде Шахтера. Играл за Ильичевский монолит. Постараюсь стать хорошим футболистом и выиграть его чемпионом с донецким шахтером. Защитник футбольного клуба Уфа Александр Сухов в интервью клубному телевидению рассказал об этапах своей карьеры и о многом другом интересном. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр на особенной для себя арене. Он провел на легендарном стадионе имени Эдуарда Стрельцова всю футбольную юность. Вернувшись сюда игроком Уфы, Александр погрузился в ностальгию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, когда, да, сюда возвращаешься, конечно, я здесь много, правильно, много здесь времени провел и тренировался, и футбол смотрел. Мне всегда здесь нравилось. Я живу здесь недалеко, в принципе, в районе часа езды отсюда. Так что впечатление только положительное. То есть, в принципе, да, можно сказать, что, наверное, это мой дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы здесь тренировались, здесь было гаревое поле. Вот. Вся форма после игр, после тренировок была черной. Иногда не отстирывалась там какая-то, какая-то часть. Обратный путь Сухова в премьер-лигу получился тяжелым. Он долго воевал за шинник в первой лиге, а перед стартом исторического для Уфы сезона сломал руку. Но как только восстановился, подтвердил статус незаменимого, сыграв во всех последующих матчах. Он больше не намерен упускать шансы из-за травм. Когда-то давно из-за двух подряд полученных переломов Сухов оказался не нужен родному клубу. И даже выпал из профессионального футбола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, если я на тот момент представлял какого-нибудь сильного футболиста из себя, тогда, может быть, со мной подписали и травмируем. Но такие случаи очень редкие, и они случаются, в основном, наверное, с сильными футболистами, когда их с травмой подписывают. Пришлось играть здесь же, опять на торпедо. На тот момент здесь была команда, которая непрофессиональная. Была надежда когда-нибудь вернуться в премьер-лигу? Ну, это моя мечта была всегда играть в премьер-лиге. Ну, сейчас уже все засыпало, а буквально вот два дня назад мы играли с торпедо. У нас удалили игрока вначале. Мы добились для себя хорошего результата, хоть и вели в два мяча. Я сначала играл слева в защите, потом, когда у нас удалили, тренер меня поставил направо. Тяжелая игра была, если честно, и сил много отняла. У нас ровный коллектив подобрался. Есть, конечно, у нас бразилец Марсио, который нас выручал. Некоторые игры забивал, там, решающие голы. Вот, а так, в принципе, да все, все, наверное, футболисты достойны того результата, который сейчас много футболистов в команде. Да не много, практически все, которые первый раз вообще играют в премьер-лиге. Это тоже большой стимул. Все хотят остаться, закрепиться здесь. Все-таки это главный футбольный турнир нашей страны. Много молодых футболистов, которые, ну, опять же, хотят доказать свою состоятельность. Злостный разрушитель чужих атак к атакам своей команды Сухов подключаться любит. Да вот только забить никак не получается. И, кажется, мы поняли, почему. Забивать собираюсь, но вообще-то даже моментов особо не было. Без моментов тяжело забить. Конечно, забивал, но, честно, финансы забить не люблю. Вот, показательный. Футбол разлучает Александра с ребенком и любимой. Однако отпуск – то самое время, когда семейные хлопоты в радость. Считаю, я ни жену в Уфу не брал. Она здесь с ним сейчас на мне отыгрывается. Без ребенка тяжело, а с ребенком еще тяжелее. Ну, вообще, да. Субтитры подогнал «Симон» Али-али-али-алю, поем мы для тебя, футбольный клуб уфа. Али-али-алю, поем мы для тебя, футбольный клуб уфа. на этом все в эфире было телевидение футбольного клуба уфа не забывайте наша республика наша команда пока а